всем доброго времени суток сегодня я хочу вам показать что я навязала что приобрела и что собираюсь вязать вообще что у меня в планах долго не снимала видео и справлюсь начну почаще это делать и готовлю для вас несколько мастер-классов у меня просто тут у малыша зубки лезут он капризничает поэтому долго не снимала вот вот связала пледик крючком это хлопковый пледик и на нем сверху вышел а савуни быстро вяжется буквально за пару дней можно связать такой пледик это стопроцентный хлопок я его связала на лето потому что у нас таким климатом у нас морской климат сама то хлопка ну как бы и дышит вот еще я приобрела такую пряжу от виктории хорошая пряжи такая лента сейчас очень модно вязать с нее вот взяла три цвета в горчицу желтый лимон горчицу и бирюзовый тиффани цвет вот красотки мои вот связала я вот корзиночки вот с такой вот ленты такие корзины можно стирать вот в машинке при температуре 30 градусов им ничего не будет вполне то есть ухаживать за ними можно вот такой наборчик маленькая идет под ключики а тут мы можно всякие кремушки напихать или еще что-то вот такую я еще связала с деревянным дном легко вообще вяжется и пряжи меньше уходит тоже 20 сантиметров диаметром и 8 сантиметров высота такая корзиночка еще я приобрела ниточки такие вот это астра троицкая 610 метров 100 граммах стопроцентный хлопок это я взяла мы с вами будем вязать скатерть или дорожку в технике филейного вязания у меня этот цвет оранжевый вот ярко-оранжевый 0 490 цвет если кому интересно 2 моточка взяла этого вполне хватит на скатерть или на дорожку еще даже останется смотря как вязать какой плотностью вот дальше я еще навязала игрушки это пупсик ее связан тоже хлопок его можно давать деткам играться единственный тут шапочка снимается поэтому смотрите аккуратно в принципе даже если он лялечка ваш шапочку пою за это ничего страшного я вам ссылку оставлю в стране мам есть описание подробно как вязать такие игрушечки пупсики ее и красавцы такие получатся и я вязала стопроцентного хлопка то есть детям можно давать играть ничего им все хорошо будет с ним вот и вязала я тоже по мастер-классу участвовала как бы в инстаграме там девочка есть таких заек вяжут они 40 петель добра называется так что кому интересно я оставлю ссылочку пройдете посмотрите она и описание дает с обязательным условием на нее потом ссылаться вот такая зайка тоже сын уже и всю обму сляков он с ней играет ты вот теперь одна из любимых игрушек вот ну и тренд так сказать нынешнего сезона это авоська никогда бы не подумала что они опять вернутся в моду но как видите времени менять у меня здесь вот она получается вытягивается на вот так ананасиками я вязала обычный круг стандартный до набираете вяжите вот он кругляшок и пошли любым рисунком дырчатая вот она банка у меня там помещается тоже я вязала из хлопка кто-то вяжет из шнурка я вязала из хлопка на лето такая не сильно в дырку делала тоже хлопок то есть и постирать можно и все можно то есть авоськи вяжутся быстро день-два и все я воська готова особенно если вязать крупными крупной вязкой то есть за вечер можно связать и вот я сейчас вижу получается тоже корзину горчичную вижу ею тоже квадратиком таким ниточки все спрячутся обвязки тут есть собственно сейчас готовлю для вас несколько мастер-классов как я уже сказала в одном и свяжем из этих ниточек салфетку ой скатерть или же это будет дорожка филейном вязание я еще выбираю это будут цветы или бабочки стыли бабочки еще не знаю точно скорее всего это будет какая-то композиция из цветов вот и у меня девочки просили мастер-класс коврик крючком который я вязала из остатков пряжи как бы он из остатков поэтому пряжу пока я не насобирала девочки ну как насобираю обязательно сделаю вам мастер-класс я вязала тот коврик из акрила там был акрил и хлопок и они как бы по скрутке по составу практически да и по толщине нитки они одинаковые поэтому если вы все-таки надумаете вязать вместе с нами то смотрите чтобы у вас пряжа была одинакового размера или же если вы надумаете такой коврик вязать и пряжи у вас разные остатки тогда нужно подбирать разные крючки и наполнять по ходу вязания но об этом уже подробнее в мастер-классе ну все оставайтесь на моем канале ставьте лайки дизлайки критику я воспринимаю абсолютно нормально особенно если эта критика ну по существу идет вот если есть какие-то замечания предложения то есть ну вот собственно что хотела вам показать так что никуда не пропало просто у нас зубки лезут все пока пока до новых встреч